Приезд Александра Цибульского, заместителя министра экономического развития России в Уральский регион, был продиктован двумя поводами. Первый – участие в форуме межрегионального сотрудничества Россия-Азербайджан, проходившем в Екатеринбурге. И второй – оценка темпов строительства Титановой долины, курирует которую именно Минэкономразвитие. Так как первым реально строящимся резидентом является дочернее предприятие в СМПО, замминистра не упустил возможность оценить и производственные мощности родителя. В состав рабочей делегации вошли также министр промышленности и науки Свердловской области Андрей Миссюра, заместитель директора Департамента регионального развития Эльмира Ахмеева, генеральный директор особой экономической зоны Титановая долина Артемий Козыласов, а также директор по работе с резидентами Галина Деменева. Гостей провели по классическому маршруту, показав основные процессы в плавильно-литейном и кузнечном комплексах в СМПО. Не обошлись стороной и последние инвестиционные проекты корпорации, ввод которых уже дело техники. Это и кольцераскатной стан, и новый участок гарнисажных печей. Осмотрели мощности совместного предприятия «Урал Боинг Мануфекторинг». Именно с развитием такого партнерства и таких передовых технологий государственный чиновник и связывает все векторы развития. Что касается нашей площадки, то очевидно, мы видим, что благодаря развитию проекта в сотрудничестве с СМПО мы сможем, как нам кажется, в ближайшие 10 лет, наверное, сделать полный цикл механической обработки деталей из Титана. То есть на сегодняшний день часть деталей уходит за границу, где проходит окончательную обработку, и большая часть металла, в общем-то, остается и уходит в переработку за рубежом. Наша задача добиться максимального оставления добавленной стоимости на территории России. И для этого мы будем делать вот это производство на территории площадки, для того, чтобы добиться фактически доведения деталей до финальной стадии обработки. Тем временем о развитии особой экономической зоны можно судить в том числе и по количеству резидентов. Сегодня были названы еще две компании, готовые зайти в Титановую долину. Одна заявка подана, это от крупнейшего польского инвестора в России, компании «Равеза», которая производит плитку, фаянс и так далее. Они хотят построить крупный завод для, во-первых, замещения того ассортимента, который сейчас импортируется из Польши и других стран, и для производства продукции на экспорт, в первую очередь, в страны Средней Азии и Ближнего Востока. И вторая, это миникат, компания, которая производит фрезы, которые работают, в том числе, на UBM при механом обработке деталей. Но более всего замминистра впечатлило даже не совместное предприятие с его глубокой переработкой, а эстетичность производственных процессов. Мне больше всего понравился пресс, который обрабатывает титановые детали. Мне кажется, что смотреть на прессуемый металл можно бесконечно. В завершение визита в инфокубе Титановой долины замминистра Александр Цибульский провёл итоговое совещание.